народ привет продолжаем рубрику мини распаковочки сегодня у нас еще небольшая партия под накопилось за последнюю недельку вот так что давайте вскрывать смотреть что там и посмотрим что мы сможем с помощью этих посылок сделать если это запчасти значит будем что-то дальше собирать вот если это какие копийные вещи значит будем декором приделывать ну что погнали начнем с маленькой что-то лежит на дне микро моторчики микро моторчики я думал будут немножко покрупнее это прям вообще что-то с чем-то очень маленькая надо смотреть сколько это вольтаж потому что это очень маленькая планировал что на этих моторчиках поедет наш уазик но это вряд ли это если только я даже не знаю даже не знаю что такое у нас на этот такой моторчик если только поставить чтобы дворники крутились ладно посмотрим но конечно я думал что здесь будет конечно другой мотор совсем надо читать размеры и теперь получается то что видео с уазиком затянется еще дальше ладно не будем расстраиваться давайте скрывать дальше с чеком аж так это у нас пришел регулятор оборотов вот такой вот регулятор оборотов где-то у меня есть уже подобный только один был на 20 ампер да это должен быть на 30 ампер или наоборот сейчас посмотрим чем у них разница так ну что смотрим с этой стороны как бы полностью они идентичны полностью смотрите вот отсюда там фок автофокуса нет так смотрите с этой стороны одинаковые и с этой стороны одинаковая разница только в том что одна микросхема где формировали целик десять миллил campo Разница только в микросхемах. Вот нижние одинаковые, верхние чуть-чуть другие. Вот и всё. Так что, как их вот теперь различить, какой из них какой, не имею ни малейшего понятия. Но в принципе это нам особо и не нужно, потому что мощности у нас там особо большой не будет. Так что вот такие два регулятора оборотов у нас теперь в наличии. Так, дальше. Так, здесь уже у нас... Ох, какие красивые. Здесь у нас радиаторы для десятого масштаба. Чтобы двигатель не грелся, вот такие вот два радиатора с вентиляторами. Подключаем их. У меня уже есть подобные. Вот такого плана только не сделаны. Вентилятор сверху. Здесь будет вентилятор сбоку. В принципе... Не знаю, какие удобнее. Мне кажется, что вот эти поудобнее тем, что они как-то на двигатель лучше садятся. И там, где момент с коробкой, вот, она лучше туда за посадкой. Вот здесь я не знаю, как это будет выглядеть. Потому что желательно бы двигатель, чтобы был не вниз, грязь все собирал, а где-то все-таки наверх. Так что с этим надо будет посмотреть, как удобнее устанавливать. Но фотографии я потом сделаю и в группу ВКонтакте выложу. Как разместилась на модели. Устанавливаться будут на ремо-хобби модель. Вот. Так что смотрите. Если понравится, можно будет заказать и обезопасить двигатель от перегрева. Потому что такое бывает частенько. Так. И самая большая посылочка. Такая интересная, толстенькая. Прокладушка. Надо ее будет оставить куда-нибудь, годится. Замотана хорошо. Так. Визиточка. Шэнь Джэй Юма. Вот так вот. Что-то такого плана. Вот. Здесь у нас с вами два динамичка. Два динамичка. По 10 ватт. 4 дюйма. Динамички покупались для замены на JBL колонке. Чэндж 3. Колонка оригинальная. Но динамики жили недолго. Ну как недолго. Года два, наверное. Вот. И один из динамичков сгорел. Единственное, что. Смотрите, как выглядят эти динамики. И как выглядят заводские. Разница в чем? Во-первых, в размерах. Сейчас я вытащу этот динамичек. И покажу вам. Так, а на своей колонке я просто... Смотрите разницу. Тут неодимовый магнит. Здесь обычный. Не знаю. Походу она не подойдет. Потому что он туда даже не влезет. Ладно. Сейчас посмотрим. На своей колонке я откусил. Провод у меня начал хрюкать один динамик. Я просто откусил проводочек. Чтобы колонка хоть как-то работала. Но слушал я ее уже... Так, пол мощности немножко. Вот, значит, для сравнения. Тут как бы пойдет. А вот глубина просто совсем-совсем другая. Я даже не знаю. Кстати, на них ничего не написано. Это я в интернете прочитал то, что они по 15 ватт. Может быть, я даже и не прав. Здесь 10 ватт. Это 100%. Ну что? Не входит она туда. Не входит. А даже если войдет... А даже если я подточу... Он просто туда не влезет. Потому что там у нас плата. Динамик для вакуума мы ставим назад. Чтобы колонка играла. И собираем все это дело. А динамички будем использовать для чего-то другого. Возможно, мы сделаем какую-то свою портативную колоночку. из... Блютуз адаптера. И микроусилителя. Усилитель у меня есть. Докупим блютуз адаптер. Запитывать его будем от аккумулятора для RC моделей. Так что посмотрим, что из этого получится. Значит, я буду в ближайшие дни заниматься... ...поиском... ...других динамиков. Эти я убираю, чтобы не повредить. Так, колонку я... Вот так вот чуть-чуть соберу. И пускай здесь стоит. Так. И напоследок... ...еще одна посылочка. Такая посылочка у меня уже была на распаковочку. Ждал второй экземпляр. От одного продавца, но совсем по-разному доставлялась. Просто. Одна приехала за, наверное, неделю-полторы. Другая ехала целый месяц. Это просто какой-то кошмар. Вот. Заказывал не себе. Даже перед человеком уже неудобно стало. Как так можно долго ехать. Те, кто смотрит мой канал, уже видели такую коробочку и уже догадываются, что в ней. Давай мы перейдём. Вот. Здесь. Очередной грузовик. от компании MZ. Все тоже самое. Пульт, зарядка, машина и аккумулятор. Аккумулятор, как всегда, в коробочке, в кузове, на болтик прикрученный. Нам он не нужен, потому что мы будем постоянно открывать и менять аккумулятор. Один и тот же продавец, повторюсь, доставка совсем разная. Так, ну, значит, сильно мы заостряться на этой модели не будем. Единственное, что значит, как вы уже видели на канале, я с таким же грузовичком уже кое-что поделал. Сейчас я его поставлю вам для сравнения. Единственное, что он никак не затестируется, никак мы на нем не выйдем. Смотрите, значит, насколько он выше. Как вам так поставлю сейчас. Смотрите, насколько у него ходят хода. Тут ничего у нас не ходит. Видите, дубовый. Здесь я сделал, он все-таки ходит. Дальше смотрим сзади. Все поднимается вместе с машиной. Смотрите, что здесь у нас. Вот, видите. Я, конечно, резин-то это потом сниму. Не знаю, как он будет использоваться. Посмотрим. Но тут, видите, все ходит. Вот она, диагоналки. Вот так вот. То колесо принт прижато, а это вот так вот выгибается. Вот. И все-таки посмотрите, насколько разница. Вот настолько он стал по бортам меряем на 18 миллиметров. Стал выше. И вид совсем у него стал другой. Ладно, допустим, резина уменьшится чуть-чуть, но в высоте он все равно немножечко будет выше. Вот. Так что в ближайшее время, значит, мы сравним заводскую и незаводскую комплектацию, кто как лучше поедет на родных аккумуляторах. Вот. Но перед этим будет тест этого Урала на вот этой резине. С Уралом от ВПЛ на той, которой я увеличил резину. Многие спрашивают, от чего резина. Я там уже написал. Резина от краулера 18-го масштаба. Вот. Ссылку я скинул на нее. Вот. Так что можно брать. Она идеально подходит. Она нигде не проворачивается. Просто одели и все. Так же, как штатная. И становится намного, намного выше. Вот. Значит, затестим их. Почему еще никак тест не выходит? На Урале, на этом загорел мотор. И поэтому все у нас стоит на месте. Нет ни обзоров, ничего. Потому что ехать не на чем. Он не на ходу. А снимать покрышки и тестировать две этих модели ну, я сразу тоже не смогу, потому что неохота разбирать колеса сто раз туда-сюда их собирать. Вот. Поэтому, значит, сейчас ждем прихода мотора на ВПЛ. Тестируем их. Снимаем колеса и тестируем эти модели. Так что вот. На этом это видео мы закончим. Вот. Ждем новых посылок. Впереди майские праздники. Возможно, на майских праздниках мы это все дело и затестим. Так что все. Всем пока. Удачи. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok